Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. В полку компьютерных томографов прибыло. Оборудование появилось в 6-й и 4-й городских больницах. Они также теперь будут принимать пациентов, болеющих коронавирусом. В Самаре к параду памяти подготовлен первый парадный расчет юных барабанщиков. В этом году из ограничительных мер они выступят онлайн. Спортивные испытания в комфортных условиях. Специализированная площадка для сдачи норм ГТО появилась в Самаре. Первая экспозиция в Самарском филиале Государственной Третьяковской галереи, возможно, будет посвящена теме космоса. Такое предложение высказала генеральный директор музея Зельфира Трегулова. Сегодня она посетила стройплощадку реконструкции здания фабрики кухни. Детали искусствовед обсудил на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым. Уникальный памятник эпохи конструктивизма будет восстановлен в первоначальном виде. Открыть его планируется через год. Но даже окруженная строительными лесами фабрика кухня остается архитектурным шедевром. В этом убедился Олег Зверев. Впервые в истории Государственная Третьяковская галерея создает выставочные пространства за пределами Московского кольца. Ход реконструкции зданий, в котором разместится музей, обсудили на встрече губернатор Дмитрий Азаров, генеральный директор музея Зельфира Трегулова и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. И удивим коллег вместе, да? Удивим, удивим, удивим и в масштабах страны. Как идут работы, становится понятно на стройплощадке. Даже в таком виде это уже музей под открытым небом. Когда здесь откроется филиал Третьяковской галереи, будет объект поистине мирового значения. Реконструкция фабрики кухни идет полным ходом. Уникальный памятник конструктивизма, согласно проекту, будет восстановлен в первоначальном виде. Особое внимание созданию музейного микроклимата. На уровне стандартов ведущих музеев мира. Здание состоит из двух принципиальных зон. Одна выставочная зона с очень глубоко продуманной и продвинутой системой обеспечения микроклимата. Собственно говоря, микроклимат тут настолько серьезная система, что она, в общем-то, практически тянет на половину стоимости всего объекта. Согласно проекту, по окончании работ общая площадь составит 8 тысяч квадратных метров. Из них выставочных – 1700. Здесь будет также работать медиатека, образовательный центр, лекторий, кинозал, хранилище. Не просто пространство, где будет показываться искусство, а создание действительно многофункционального культурного центра, которого так не хватает огромному количеству региональных центров. Для гостей и туристов предусмотрены кафе и ресторан. Но все же главное, ради чего люди будут приезжать в этот филиал – возможность прикоснуться к запасникам первого музея страны. Уже сейчас искусствоведы продумывают тематику первой экспозиции. Я вот действительно просто уезжаю сегодня вечером из Самары с уверенностью, что это масштабнейший проект в масштабах действительно всей страны создания филиала крупнейшего центрального музея, крупнейшего музея национального искусства в регионе в климате максимального благоприятствования и максимальной поддержки и в здании, которое является шедевром архитектуры. В 2021 год – юбилей первого полета человека в космос. Учитывая, что это главный тренд в развитии Самары, а рядом с фабрикой кухни расположена ракета «Союз» и музей «Самарокосмическое», есть предложение – первую выставку посвятить космосу. В дальнейшем тематику экспозиции будут разрабатывать ведущие столичные эксперты, так что со временем самарские ценители живописи и скульптуры смогут увидеть немало шедевров. Олег Зверев, Максим Гусев, События. В этом году в Самаре переложили рекордное количество теплосетей – более 30 километров труб. Батареи стали горячими у всех жителей города до наступления холодов. Сейчас все объекты, на которых заменили инженерные коммуникации, уже сдали под благоустройство. На некоторых оно уже завершено. Сложные участки находятся на особом контроле городских властей. Сегодня первый заместитель главы Самары Владимир Василенко побывал на улице Скляренко, где подрядчик приводит в порядок квартальные сети. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Самара стала первым гордым миллионником, который перешел на модель альтернативной котельной, согласно которой устанавливается долгосрочный предельный уровень тарифа на тепловую энергию. Планы и инвестпроекты по поручению главы Самары Елены Лапушкиной оперативно скорректировали. В этом году в перекладку инвестировали более 2 миллиардов рублей. Для сравнения, в прошлом году около 700 миллионов. В 2020-м заменили 30 километров труб на 23 участках общей протяженностью более 20 километров. В предыдущие годы перекладывали 10 километров. Несмотря на внушительный объем и работ, в 2020 году все жители получили тепло вовремя, до наступления холодов, раньше, чем положено по климатическим нормам и до официального старта отопительного сезона в Самаре. Мы уже по этому году говорим реально, что ни один город по миллионникам России этого не сделано. Никогда, насколько я работаю в сфере благоустройства жилищно-коммунального хозяйства, таких объемов не перекладывали. На сегодняшний день эти самые крупные, это советская армия, радиальная Гастелло. На сегодняшний день это Печорская от Карбышева до Дыбенко. Современную технологию, по которой работал подрядчик, применяют в крупнейших городах Европы. Пена-полиуретановая изоляция трубопроводов и систем оперативного диспетчерского контроля с датчиками обладают рядом преимуществ. В изоляцию труб вмонтированы медные провода, которые при намокании передают сигнал о наличии технологического повреждения, даже самого незначительного. Этого достаточно для того, чтобы диспетчер вовремя его обнаружил. Припоры помогают определить локализацию, то есть на каком расстоянии от тепловой камеры возник дефект, насколько он большой. А это одна из самых сложных задач на выполнение которой ранее, если порыв возникал на старых трубах, уходило много времени. Отключать воду, чтобы она не вышла на поверхность, нужно порой очень оперативно. Срок службы таких труб, согласно гарантии, 40 лет. Однако специалисты утверждают, что прослужить они могут и полвека. Система ОДК позволяет нам, не проходя по каналу, а именно подсоединяясь к датчикам, только мониторить состояние изоляции, намокания изоляции в случае возникновения незначительных свечей. То есть если мы будем реагировать на небольшие свечи, соответственно, никогда не возникнет большого какого-либо порыва и вовремя будем, соответственно, менять в текущем порядке, скажем так, именно при текущем ремонте небольшие участки. Новый современный трубопровод в Самаре есть и на квартальных сетях. Так рабочие уже собрали монтажную схему в границах улиц Скляренко, Николая Панова, Часовой и Ярошевского. 90% трассы отдали под благоустройство, хотя работы на дополнительных объектах ремонта и технической модернизации стартовали в августе. Подрядчикам удалось нарастить темпы без ущерба качеству. На Скляренко территорию после ремонта полностью приведут в порядок до 15 ноября. Такую задачу поставил Владимир Василенко. Большую часть объектов, где перекладывали теплосети, также уже сдали под благоустройство. Некоторые участки привели в порядок. Впредь готовить город к зиме будут тоже масштабно. В общей сложности в Самаре необходимо переложить около 300 километров инженерных коммуникаций. Мы должны снизить повреждаемость на километр сетей, когда мы говорили, уйти с двух и семи, уйти на полтора. Это значительно, то есть опережающими темпами будем перекладывать сети, для того, чтобы найти вместе ремонтный цикл перекладки сетей. Сократить потребность в капитальном ремонте и перевооружении теплосетей позволит принцип альтернативной котельной. Анатолий Головко, Константин Головин. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 170 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Такие данные в четверг 30 октября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровел 325 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписано 13 267 пациентов. Число летальных исходов составляет 273. Шесть человек умерли за прошедшие сутки. Новое медицинское оборудование начнет работать в городских больницах номер 4 и 6. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян в социальной сети. Сейчас в Самаре всех пациентов с тяжелым проявлением заболевания доставляют в больницу имени Середавина и госпиталь для ветеранов войн. Пока только там были компьютерные томографы. Когда томографы появятся в 6 и 4 городских больницах, пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести и тяжелых, начнут распределять по этим стационарам. Для лечения больных коронавирусом в Самаре разработали три схемы. Первая для пациентов, чье заболевание было подтверждено лабораторно, но без симптоматики. Вторая схема для пациентов с COVID-19 с симптоматикой ОРВИ. И третья для пациентов с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией легких и средней степени тяжести. Для лечения пациентов этих категорий в Самарскую область направят свыше 100 миллионов рублей. На эти средства будут закуплены лекарственные препараты, которыми снабдят мобильные бригады. Пациенты будут обеспечиваться препаратами в соответствии с медицинскими и социальными показаниями. Те знания, которые сейчас получают врачи, накапливаются, систематизируются, видоизменяются подходы в лечении. Около 50% заразившихся переносит заболевание в бессимптомной форме, а из оставшейся половины 80% в легкой, остальные в тяжелой. Задача врачей поймать болезнь на тех стадиях, когда она поддается лечению и не допустить осложнения. В Самаре продолжают дезинфицировать подъезды жилых домов. Задача специалистов – обеззаразить все поверхности, до которых могут дотрагиваться жители. За уборкой в одном из домов железнодорожного района наблюдала Лариса Шалафаст. Надо все обработать, для чего могут коснуться люди. Дезинфицирующим раствором в подъезде 6-го дома по улице Мяге тщательно обрабатывают почтовые ящики, перила и лифты, чтобы путь до квартир для жильцов был безопасным. Обрабатывают у нас, да, обрабатывают подъезды, перила вот эти. Надо, раз во всем этом идет борьба, значит надо. Введение управляющей компании больше 80 домов. Обработку подъездов проводят ежедневно. За каждым домом закреплена уборщица. У уборщицы может быть 3-4 дома, и она ежедневно их обрабатывает под акты, подписывают жильцы эти акты. Насколько добросовестно управляющие компании соблюдают предписания Роспотребнадзора, проверяют специалисты районной администрации. Мы неизмедлительно также выходим на место, составляем материалы дела, если факт данный подтверждается, и направляем в управление гражданской защитой администрации города. Особое внимание уделяют и дворам. Специалисты также обрабатывают лавочки, детское игровое оборудование и спортивные площадки. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Полмиллиона самарцев сделали прививку против гриппа в сентябре. Остальные могут прийти в поликлинику сейчас, прихватив с собой полис. В Самаре проходит второй этап прививочной кампании. Процедурные кабинеты работают без выходных по 12 часов. Состав ежегодной прививки от гриппа узнала Мария Левина. Ольга Стройкова рассказывает, в детстве испытывала страх к прививкам. Сейчас женщина понимает их необходимость. И ежегодно проходит вакцинацию. Я прививаюсь каждый год. И если заболеваю, то либо в легкой форме переболею, без осложнений, или же вообще не заболеваю. Каждый год Всемирная организация здравоохранения дает рекомендации разработчикам вакцины, какие именно компоненты добавлять в прививку. Потому что вирусу ежегодно мутируют. После прививки, рассказывают медики, у некоторых пациентов может першить в горле и подняться температура. Если человек знает, что его организм реагирует на вакцину именно так, к ней стоит подготовиться. Врачи выписывают пациентам специальные препараты, которые нужно пить 3 дня до и 3 дня после прививки. В данном случае вот эта совигрипп, она у нас была уже в сентябре, она приехала, вот сейчас привезли. То есть она переносится очень хорошо, очень легко. Прививки, почему сейчас хороши и нужны в данном случае? Потому что тяжелый грипп, во-первых. Во-вторых, любая прививка от вирусов, она все-таки немножко продуцирует и следующую прививку помогает. Следующей болезни вирусной. Вот, то есть переносится болезнь легче. И очень мало или меньше становится осложнений. По итогам сентябрьской прививочной кампании вакцинацию прошли 50% жителей Самары. На второй этап медикам дали гораздо меньше времени, поэтому в больницах время работы процедурных кабинетов продлили. Мы обращаемся к населению прийти в лечебное учреждение. Мы готовы сотрудничать с работодателями и в удобное для работающего населения время организовать по специальным графикам прививочную кампанию. Прививку можно сделать при наличии полиса как в будни, так и в выходные дни. Процедурный кабинет открыт с 8 утра до 8 вечера. Мария Левина, События. В России, как и во всем мире, растет количество инсультов. Ежегодно жертвами нарушения кровоснабжения мозга становятся около 200 тысяч жителей страны. С 2008 года по 2016 заболеваемость увеличилась почти на 25%. По статистике от 10 до 15% инсультов случаются в возрасте с 18 до 50 лет. Исследователи связывают это с ростом факторов риска. К ним относят курение, избыточный вес, гипертонию, сахарный диабет, нарушение обмена. Как распознать первые признаки инсульта с помощью вспомогательного слова «удар» в программе «Звоните доктору» на телеканале «Самара ГИС» рассказала врач-невролог, заведующая сосудистым центром, кандидат медицинских наук Елена Казачанская. Удар «У» – это улыбка, «Д» – это движение, то есть вы показываете движение, если слабость в какой-то одной руке, то человек не сможет удержать руки, «А» – это артикуляция, то есть если попросить человека разговаривать, он может неправильно произнести имя свое. И «Р» – это решение, удар. «Р» – решение, это вызвать скорую помощь. Вот не зря Ольга Владимировна Андрофагина сказала, что первые 4,5 часа мы можем подарить человеку шанс остаться без инвалидности в будущем. Молодые семьи смогут дистанционно оформить социальные выплаты на покупку жилья. Правительство выделит 5,5 миллиардов рублей семьям с детьми на погашение ипотеки. А представители самарских предприятий могут повысить свою эффективность благодаря программе «Лидеры производительности». Об этом подробнее в новостях экономики. Здравствуйте, это новости экономики. Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. В России для молодых семей упростили процедуру оформления социальных выплат на покупку или строительство жилья. Теперь все документы, необходимые для получения господдержки, можно будет подавать дистанционно с помощью единого портала госуслуг. Но на электронных документах должна стоять электронная подпись одного из членов семьи. Выплаты могут получить семьи, где супруги не достигли 35 лет, детей может и не быть. Также на господдержку может рассчитывать одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей. Размер выплаты составляет треть от стоимости жилья. Средства можно направить на строительство или покупку дома, квартиры в новостройке, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки. Правительство выделит также 5,5 миллиардов рублей на погашение ипотечных кредитов семьям с детьми, объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мера коснется тех семей, где третий ребенок или последующие дети родились после 1 января 2019 года. Размер выплаты, которую можно будет потратить на платеж по жилищному кредиту, составит 450 тысяч рублей. Продажи лекарств в аптеках обновили рекорд последних шести лет. С начала года медикаментов продали на 819 миллионов рублей. Это уже на 80 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в исследование аналитической компании DSM Group. При этом растут именно продажи дорогостоящих средств стоимостью от 500 рублей. На них приходится почти половина всей выручки. Только 3% от общего числа проданных товаров – это лекарства по цене до 50 рублей. До конца 2024 года представители 250 компаний Самарской области могут обучиться инструментам повышения эффективности бизнеса. В Самаре стартовал новый набор на программу переподготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». В ней уже участвуют 39 самарских предприятий. Участники обучения приобретают навыки в области стратегического планирования, продвижения, продаж, осваивают инструменты организации производства и управления персоналом, а также разрабатывают проекты улучшения для своих компаний. Программа реализуется в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Официальный курс доллара на 31 октября – 79 рублей 33 копейки. Американская валюта повысилась на 46 копеек. Евро – 92 рубля и 63 копейки. Европейская валюта прибавила 3 копейки. Рубль снова слабеет. Цены на нефть эталонных марок в последние несколько дней упали до минимума с июня. Так, за баррель марки «Бренд» дают менее 38 долларов. На 15 часов 30 октября стоимость барреля – 37 долларов 66 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Десятый юбилейный парад памяти в этом году пройдет в Самарской области в режиме онлайн. Он посвящен историческому параду, который состоялся 7 ноября 1941 года на площади Куйбышева. Традицию проводить парады памяти заложил губернатор Дмитрий Азаров, еще будучи мэром. В этом году в Самаре подготовили первый парадный расчет юных барабанщиков. Более 40 юных музыкантов Самары в будущем примут участие в ежегодных парадах. Готовят ребят на базе Самарского кадетского корпуса МВД России. Первокурсникам кадетской школы помогают дирижеры, а также военный оркестр 2-й гвардейской армии. Ольга Павлова подробнее. Он старательно чеканит шаг и барабанит в такт своим товарищам. Илья Семенов мечтал научиться игре на барабане с детства. Сегодня вместе с остальными воспитанниками, а в строю их 22 человека, юный кадет готов выйти навстречу своей мечте. Правда, в этом году сделать этого не удастся. Из-за эпидообстановки парад пройдет в формате онлайн. Мне больше нравится по душе барабаны, чем гитара, духовые инструменты. Больше барабаны. Первый парадный расчет юных барабанщиков в Самаре подготовили к 10-летнему юбилею исторического парада памяти. Организаторы вынашивали идею 3 года. В итоге было принято решение готовить ребят на базе Самарского кадетского корпуса МВД. В помощь пятиклассникам пригласили музыканта военного оркестра Ивана Керзона. Вначале желающих научиться барабанить на профессиональном уровне было 40 человек. Осталось 22. Самые стойкие и талантливые. Репетиции проходили в ежедневном режиме. Сначала мальчишки тренировались на бокалах, карандашах, резиновых подушках. Теперь оргкомитет подарил кадетам новые настоящие барабаны. На урок бегут с радостью. Все любят пошуметь, поиграть, покричать. И у них есть эта возможность. Ребята вообще молодцы. Можно сказать, герои сегодняшнего дня. Потому что тот результат, который они достигли за 8 занятий, это, конечно, достоин похвалы. К подготовке юных барабанщиков также подключились военные дирижеры и оркестр 2-й гвардейской общевосковой армии. И хотя в этом году парад памяти пройдет онлайн, воспитанники кадетской школы не унывают. И не теряют надежды пройти по площади Куйбышева будущей весной 9 мая. Участие личного состава в параде памяти, конечно же, играет огромную роль в патриотическом воспитании наших ребят. Это дань памяти погибшим, живущим ныне ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Мы таким образом поддерживаем славные традиции и приумножаем эти славные традиции нашей родной Самарской губернии. Парадный расчет юных барабанщиков первый в Самаре. До этого участие в торжествах принимали воспитанники Казанского Суворовского военного училища. Ольга Павлова, Григорий Плешаков, События. В Самаре открыли специализированную площадку для комплекса ГТО. Всего по области в этом году появилось 5 таких комплексов благодаря нацпроекту «Демография». Раньше самарцы проходили испытания на разных городских площадках. Дворцах спорта, дворовых комплексов. Новая площадка открылась в лагере «Олимп». Она полностью приспособлена к подготовке к сдаче нормативов ГТО. Здесь есть все необходимые тренажеры. Подробнее Мария Левина. Никита Коробейников в этом году поступил в педагогический университет. Готовится стать учителем физкультуры. В свободное от учебы время тоже занимается спортом. Говорит, физическая нагрузка помогает отвлечься от проблем. Парень уже в третий раз дает нормы ГТО. Пока в его коллекции бронза и серебро. В планах получить заветное золото. Прибегаю к спорту, чтобы отвлечься от каких-то проблем, перевести дыхание, так сказать, и восстановиться. А вот Валерьян Панфилов, ветеран футбольного клуба «Крылья Советов» и посол ГТО, получил золото. Решил проверить себя и прошел испытания на «отлично». Говорит, чтобы добиться высоких результатов, важен настрой. При желании можно найти место, но лучше, конечно, чем, как мы раньше играли, по грязи, а сейчас все выходят чистенькие и с игры уходят тоже чистенькие. Так и здесь вот сейчас пришел с удовольствием. Какие тренажеры, это же вообще потрясно. 250 тысяч самарцев изъявили желание сдать ГТО. Каждый седьмой получил заветные значки. В основном это молодые люди, школьники и студенты. Президент России Владимир Путин поставил задачу привлечь к спорту и старшее поколение. Для этого по нацпроекту «Демография» проводят спортивные праздники и соревнования. Строят новые площадки. В этом году в регионе установили пять таких комплексов для ГТО. Правительство лично под контролем губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова реализует региональную составляющую национального проекта «Демография». Развивается инфраструктура, вводятся новые спортивные объекты, площадки по месту жительства. Совершенствуется календарь мероприятий и во всех городах районных областей, и областной комплекс мероприятий по различным видам спорта. И самый любимый легкая атлетика – лыжный спорт. Теперь для сдачи норм ГТО в Самаре появилась специализированная площадка. Лагерь «Олимп» распахнул свои двери для всех желающих. Но чтобы там потренироваться, нужно будет получить специальный пропуск. Приложил карточку, зафиксирован в системе, занимался, здесь ушел. И таким образом мы сможем, во-первых, ввести количественную статистику занимающихся, регулярно занимающихся, потому что будет понятно, какой житель, сколько времени провел на данной площадке, и сколько времени, соответственно, потратил на занятия физкультурно-спортом. На территории лагеря установлено видеонаблюдение, чтобы защитить площадку от вандализма. Летом здесь будут заниматься ученики самарских спортшкол. Мария Левина, Василий Калдашов, События. В Самарской области на 1969 году ушла из жизни заслуженная артистка России Надежда Никулина. Долгие годы она была бессменным представителем Тольяттинского театра «Кукол» в Самаре. Входила в состав жюри губернского конкурса «Самарская театральная муза». Пользовалась уважением и любовью всего театрального коллектива. Была наставницей для молодых, начинающих артистов-кукловодов. За годы работы в театре сыграло более ста разноплановых ролей. Почетного звания «Заслуженный артист России» была удостоена в 1998 году. Коллектив телеканала «Самара ГИС» выражает соболезнования родным и близким Надежды Владимировны. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok